Столичная жительница поблагодарила Сабита Шонтакпаева за спасенную жизнь дочери. Об этом нашим журналистам рассказал сам герой. По его словам, после произошедшего мать девочки позвонила ему и выразила огромную благодарность. Слова признания в его адрес выражают и другие казахстанцы. Телефон не умолкается вчерашнего дня, говорит мужчина. Ну а самым главным подарком за отважный поступок стала трехкомнатная квартира в Нурсултане. С героем нашего времени встретилась Мира Альжанова. Девочка висела снаружи восьмого этажа около 20 минут. Как утверждает парень, дверь в квартире долго не открывали. Ему пришлось спуститься этажом ниже, достучаться до соседей и перелезть через окно их квартиры. В тот момент у Сабита была только одна цель – спасти ребенка. Мужчина, говорит, был уверен в своих силах, поэтому даже и не думал, что рискует собственной жизнью. После произошедшего мне позвонила мама девочки. Она поблагодарила меня. Как оказалось, женщине после случившегося стало плохо. Ее забрали на скорой. Она звонила мне с больницы. Однако лично с ней я не встречался. После этого случая жизнь мужчины круто изменилась. Героический и отважный поступок Сабита Шонтакпаева отметили все. Его наградили нагрудным знаком за проявленную смелость и героизм. Предложили работу по специальности, подарили трехкомнатную квартиру в столице. Теперь же мужчина сможет перевезти свою семью из Казаларды. Сам Сабит вместе с супругой воспитывает четверых детей. Жилье они арендуют. А вот его другу Саги Жалкашееву, который также участвовал в спасении девочки, подарили двухкомнатную квартиру. Мужчина признался, что не мог пройти мимо происходящего. И вместе с Сабитом они сделали все возможное, чтобы спасти малышку. Мы пытались сломать окно, но не получилось. Сабит смог перелезть. Я держал его за ногу в момент, когда он спасал ребенка. Потом он передал девочку мне. Мы оставили ее у соседки. Спасенной девочке всего три года. Дома малышка оказалась одна. С матерью ребенка стражи порядка провели профилактическую беседу. Как сообщили в столичном департаменте полиции, с начала года зафиксировано 9 случаев падения детей с окон высоток. К счастью, никто из них не пострадал. Поэтому правоохранители призывают родителей быть бдительными.